Они разного цвета и их много, наполнены не только мусором, но и скрытым смыслом. Порой даже от тех, для кого это сделано. Серые, смешанные отходы, желтые в торсырье. Но надпись повернута к дороге, а не к людям. Знаете, почему они разного цвета? Время слоя, время слоя. Нет. По задумке отсортировать надо у себя дома, на выходе положить в разные баки. Но даже там, где написано, что и куда, приходится порыться в мусоре. Все в одну кучу, а людям некогда в этом разбираться. В данное время просто мне сейчас некогда, я там ребёнок ждёт со школы. Со школы надо его забрать. А мне всегда некогда. А? А мне всегда некогда. Ну, у вас работа такая. Ну, всего доброго. Новые баки встали на улицах Саратова и Энгельса с начала апреля. По данным сайта Саратовской мэрии, всего их должно появиться свыше двух тысяч. Как говорят в АОСе тематик, нет достаточной агитации, как это было в центральных городах России. Поэтому пока в раздельных баках не раздельный мусор. Правда, теперь его вывозят разные машины. Но сортировка происходит на полигоне, как это и было раньше. Контейнеры выставляет администрация, она же размещает информацию, в какие контейнеры, какие типы отходов складировать. Выбор цветов вот этих объектов. Совместная идея или это выбор мэрии? Это не выбор, наверное, мэрия. Это совместный выбор мэрии и Министерства природных ресурсов, которые курируют данные вопросы. Вывоз ТКО осуществляется теми же организациями. Мы просто оптимизировали маршрут, изменили немного логистику. Работаем пока в данном направлении и ждем. Когда завершится эта установка контейнеров, сейчас она порядка 50% составляет. И по итогам уже окончательно сформируем маршруты. Посмотрим логистику. Возможно, придется новый конкурс объявить. Ну, пока мы не планируем. Будем продолжать работать с действующими мусоровозящими организациями. Еще одна новинка – это обустройство контейнерной площадки такими конструкциями. Местами на них указан тип отходов. Смысл понятен. Защита от собак и птиц. Но тут уже вмешался человеческий фактор. На улицах Саратова новинка появилась относительно недавно. Но некоторые граждане успели уже оценить ее по достоинству. Пропали двери. И искать их теперь надо будет в пункте приема металлолома. Здравствуйте, ребята. И сегодняшний наш класс участок, я хочу начать с фразы. Должна быть чистая земля. Утро шестого класса в лицее Саратова посвящено мусору, а точнее его сортировке и тому, насколько он опасен. Упаковочная бумага разлагается два года. Текстиль – три года. Батарейки – десять лет. А это те самые мусорные контейнеры в миниатюре и на школьных партах. Детям дает возможность наглядно разобраться в понятиях вторсырье и смешанной отходы. Всем показывать, показывать всем. Ребята, куда это? Желтые. Желтые. Прямо говорите. Лицей «Солярис» – участник пилотного проекта, где в программу входит обучение разделять бытовые отходы не только в классе. Всего таких школ – восемь. Это экскурсии на мероприятия по переработке мусора, это различные акции и практическая часть. То есть в скором времени на территории лицея «Солярис» появятся специальные контейнеры для разбедленного сбора мусора. И мы как раз внесем свой вклад в сохранение экологической системы не только России, но и всей планеты Земля. И вот когда будет сформировано осознанное отношение, тогда и будет порядок. Где-то пошли еще раньше детсад 148. Тут дети уже тоже приучаются к разным контейнерам. А это офис АО «Ситиматик». И, как всегда, поиск справедливости в начислении за услугу. По словам руководства, пока цвет баков на стоимость не влияет. Пока об этом говорить рано. Региональный оператор не утверждает стоимость. Это прерогатива региональных органов власти. Но, как мы уже раньше проводили эксперимент во Волжском районе, вы понимаете, что у нас возрастают пробеги о мусоровозах, увеличивается количество смен. А говорить о повышении или снижении стоимости можно будет уже по итогам внедрения. Снижение стоимости будет зависеть от, соответственно, культуры населения и как оно будет складировать отходы в нужные контейнеры. По мнению общественника Андрея Крупина, тема эта очень актуальна. Но и самому «Ситиматику» нужно было провести сортировку среди компаний, вывозящих мусор. С вывозом происходит не очень хорошая вещь. Сейчас я это тоже обратил. Не только по городу Саратово, но я также еще смотрел и в район. Что заваленные контейнеры полностью. Нет вывоза часто. То есть у них идет, так знаете, как кардиограмм. То сначала вывозят, вроде как все нормально. Потом раз идет какой-то спад. В чем причина, пока вот непонятно. Но это самостоятельная структура, которую вывозят, в которой выиграли конкурсы. У нас там порядка пяти вывозящих компаний. У нас единственная там одна компания, только Саратовская, остальные все не местные. Причем с такой географией, что даже не по-голосски региону. И, соответственно, у кого-то не хватает техники. Люди это оплачивают и платят за эту услугу. Немало идей. По словам специалистов, Россия производит 90 миллиардов тонн отходов в год. На привычку самому сортировать нужно порядка 10 лет. А нацпроект экологии рассчитан до 2030 года. Осталось 8. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok